Христос воскрес! Начинаете, Игна Кихович! Боже, милость сегодня и грешному! Создав имя, Господи, помилуй меня! Боже, славится и грешил, Господи! Прости меня, грешно, и помилуй! Свечися, святися, Новый Иерусалим! Слава Бога, Господи, на Тебе воссия! Влекуй ныне и веселись о Сионе! Ты же чистая красуйся, Богородица! О восстании Рождества Твоего! Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу! День и Крис, на и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Воскресе измертое! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Молитва ради Пречистой Твоей, Матери, Силы и счастнаго Житворящего Христа, Святых Ангелов наших Хранителей, И всех ради святых! Помилуй и спаси нас! В этом благе Иси и человека люби самим! Боже, милость сегодня негрешному, Создав имя, Господи, и помилуй меня! Бесчиславис и грешил, Господи, Прости меня, грешного, и помилуй меня! Ангелова Пияша, благодать нечистая, Дева радуйся! Ипаки реку радуйся! Твоих рост нь воскресе Три дневн.. Господи, помилуй! Христос воскрес измертвых смерти, У сместь поправ Исуще Маги Rat oncим жизь! Живót дарова! Христос воскрес измертвых смертиh о смерть поправ Исуще Маги Rat Христос воскрес измертвых смерти, У смект по прав Исуще Маги Rat Rong Святые Божие, святые, крепкие и святые, бессмертные помилуй нас! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Треть Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. И Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий, на небесах, да светится имя Твое. Да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава веки. Аминь. Аминь. Став после сна, преподаем к стопам Твоим благи. И ангельскую песню, соглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты, Божий. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна Ты поднял меня, Господи, умы, просвети сердце. И открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Божий. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. И внезапно пройдет судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликни в помощь. Свят, свят, свят ты, Божий. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. Ну, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивая и грешная. И не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал необычное Твоего человека, любилю. И поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить Могу и Чистоту Твою. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твоим и возвевать заповеди Твои, и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святейшее имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Христу, Царю нашему. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю Богу нашему. Псалом 78. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделали с посмешищем у соседей наших, по руганиям и по срамлениям у окружающих нас. Таколи, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царство, которое имени Твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилища его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известно между язычниками перед глазами нашими отомщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет перед лицо Твое стена неузника. Могуществом здесь мышцы Твоей. Сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недры их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пашить и овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе. Пастор Израиля внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на Херувимах, яви себя перед Ефремом и Вениамином и Монассием. Воздвиги силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Божий сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего. Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в перерекание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Божий сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народа и посадил ее. Очистил для нее место и утвердил корни ее. И она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывай ее все проходящие по пути. Лес сепрь подрешает ее, и полевой зверь объедает ее. Божий сил, обрати же, призрись с неба и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен. От причиня лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем деснисом Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи Божий сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Радостно пойте Богу твердыни наши, восклицайте Богу Иакову, возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гуси с псалтириум. Трубите в новомесяще трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устава от Бога Яковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с ромен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бесстве Ты призвал меня, и я избавил Тебя, и среды грома я услышал Тебя, при водах Мериевы испытал Тебя. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать Тебе, Израиль, о, если бы Ты послушал меня! Да не будет у Тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному! Я, Господь, Бог Твой, известший Тебя из земли египетской, открой уста Твои, и я наполню их!» Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы, и насыщал бы их медом из скалы. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков. Аминь. «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!» Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, всегда и вовеки веку. Аминь. Остав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадая к стопам Твою, вызываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего при Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христи Божий, и спаси меня. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне работу и в прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты и Сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостой мне присвятить Твою истину, и с посвященным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и вовеки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божьих сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесных живущих, озирающих до земли, наблюдающих сердца и помыслов, и ясноведующих тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты Сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся, и снаобилия сострадания Твоего творим, и есть нечистый хвост. Прости на прегрешение наше, совершенное нами делом, словом, мыслью, вольной и невольной, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих, и невыразимую радость велищих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевают все творения в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своем, и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, и все скверно-лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного мамы его. Погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов. И Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Ольга, Анатолий, Виталий, Екатерина, Игнатий, Марина, Надежда, Сергий, Татьяна, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скоро помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословен Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помил от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних Моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои, дар им здравия, спасения души, ибо Ты благо любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи вольные и невольные, дары им Царствия Небесные. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Светися, светися, Новый Иерусалим, Ангелу Апияшу благодать, нечистая Деву радуйся, Ипаке реку радуйся, Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувые люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалим, Слава Богу Господь на Тебе, Восья. Ликуй ныне и веселись сегодня, Ты же чистая красусь и Богородица, восстание Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобной Богоносных Отцов наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых придаем на Твое попеченье и защиту, вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени, научи их благочестиво и удовлетворительно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми, дай им здравие душевное и телесный успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей, ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помолитву Мого Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя, сведородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, возри надеи наших, не спошли на них духа премудрости, разума благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели, взвали изучаемые им предметы, потребили на них на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего Своего спасения. Потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь всегда. Спаси Господи, помилуй от самого духовного родителя, из родника благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть, Дьяхонов, Евгений, Александр, Михаил, Андрея, епископа, Максима, Митрополита, Сергия, Патриарха, Кирилла, Венедикта, Корнири, Александра, Франциско, Диодора, Митрополита, Тихона, и весь священничий, скинущий, скищин, священник, если угодно, и высший истинный служитель, миссионер, христиан, язычников, иудеев, мусульманам и буддистам, Господи, смири власти воинства твоих, наведи страх твой на них, чтобы они знали, что над ними ты есть царь царей, Господь господствующих, и через них сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, Господи, пощади детей Сирии, посети пытаемых, убиваемых детей твоих по всему лесу земли, слава тебе, Боже, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя, да будет этот день днем благословения, прославления твоего святого имени и дел твоих дивных, сохрани нас здесь, селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там, Андрея, Игоря, Игоря Серапима, Владимира, братья, Людмилу, Любовь, Владимир, Владимир, Алексея и Иосифа, прищи добрые жители, знающих тебя, любящих, уставы твои, с детьми, и сохрани школу. Спаси, помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Левкину. И всех побуди на благовестие. Игорь Наталью, Игорь Наталью, Екатерину, Игорь Наталью, Андрею, Игорь Наталью, И самире дай веру, добрую истинную, и добрые дела ее да придут на память пред Тобою. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Возди на угрозы врагов, Умягчи их сердце, Перемири с нами, Судный день, Непоменеем их безумия, Максима, Александра, Александра, Виктора, Сергея, Алексея, Посети благодетели наших, Воздаем добром, Елену, Людмилу, Игорь Наталью, Елену, Наталью, Надежду, Юрию, Эдуарду. Господи, Слава Тебе, Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, Найди отступников, Возврати их к истине Твоей, Михаила, Николая, Александра, Юлию. И найди все наше родство, Евдокия, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, И духа лжи изгони из-за Романа, Где он есть? Найди его, Не дай ему погибнуть, Боже. Добрые дела его добудут перед Тобой. Благослови Виталия, Никиты, Всем даруй духовное рождение свыше, Служение Тебе в чистоте и святости. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешно. Слава Тебе, Наш Бог Иегова. А воочи. Свят, свят, свят Господь Саваок. Вся земля полна славой. Аллилуйя. Слава Вышнему Богу на земле мир, В человеку благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, В который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобой, И ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, В который дал мне святую Библию, И указал на толкование святых отцов, И на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Посети болящую и дай силу Перенести страдания. Валерия, Иллариона, Кирилла, Игоря, Татьяну, Татьяну, Татьяну Валентину, Валентина, 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 Марию, Александра, Ивановна. И Надежду. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. Ибо по Твоему милосердию и благоволению Все это может оказаться на пользу Аллилуйя Господи, сохрани это наше сокровище в интернете И книги здесь и в пути И воздай добром тем, кто позволяет нам здесь быть и помогает Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора Сергея, Сергея Андрея, Андрея Виталия, Вячеслава Дмитрия, Валентина Найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего Спаси нас молитвами своими Господи, воздай милостями Твоими всем Помогавшим нам в путешествии Павла, Зинаиду, Владимира Дмитрия, Сергея Надежду, Людмилу Аллилуйя Ангел Христов, Хранитель мой святой Моли Бога о мне грешнем Столько лет ты хранил и защищал От видимых и невидимых опасностей Прошу тебя, мой ангел Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою помытарством Страшным и непонятным И веди я навеки в вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя Ян Креститель, претеща Христову, моли Бога О нас, научи нас, Господи, жить и в бедности Имея пропитание и одежда Быть благочестивым и довольным Никогда не роптать Никому не завидовать И быть во всем эконом Дабы было из чего уделять нуждающимся Святитель Христов Никола Мирликийский чудотворец Моли Бога о нас Молите Бога о нас Святые пророки Божии Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи Ездрани, Еми, Амос, Наум Исаия, Иеремия, Варух, Языки, Иль, Оси, Иаиль Агей, Сапоне, Захаре, Малахе, Давид, Мапан, Данил, Отраке Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою Дабы день прихода, то наше отшествие Не застал нас не готовыми Ну чтобы выше навстречу тебе С горящими светильниками истинной веры И сосудами полными Илья добрых дел Соделанных Духи Святом с любовью Аллилуйя И каждому даю жилье Сергею Гавриилу Аллилуйя Слава тебе Боже наш Слава тебе Молите Бога На святые ангелы, архангелы Всерувимые серафимы И все небесные силы Престолу Божию предстоящие И апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелисты Матвей, и Марк, и Лука, и Иоанн Дарует Господь нам жажду И следует священное писание Ибо через них мы думаем И жизнь вечную А они свидетельствуют о тебе Молите Бога о нас Святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Ирон, Мученик Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб Да укрепит Господь народ свой Мефодий, Накентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики Священного Писания Молите Бога о нас Да сохранит нас Господь в святой православной вере А замосты ретиков в ничто преврати и развеи Аллилуйя Молите Бога о нас Святые жены и девы Фёкла первомученица Фатина, Самарянина, Феврония Вера, Надежда, Любовь Матери Сокина Наталья, Адриан Варвара, Екатерина, Перепетуй Татьяна, Ирина Ольга, Елена, Нина Мария Магдалина, Мария Египетская Прискила и Акила Антоник и Юник и Пряна Устина Молите Бога о нас Да дарует Господь Послушание И молчание Целомудрие И стыдливое И сохрани их От всяческого поругания Господи Исправе, Непокоривость Галины, Семейство Ее Евгения Надежда Надежда Сокон-Мария Людмила И Анна И нас помилуй Милости Твои Я ради Господи Господи Пошли нам в этот день Помощников И дело, которое Ты совершаешь Помоги окончить Души Приготовь к Святому Крещению И желающим Причинить вред Прегради путь Только Ты знаешь Что ожидает нас И как избавиться И как избавиться от ненужного И от суеты Прими нашу молитву Воздияния рук Как жертву вечернюю Благоухание Приятное Перед престолом Благодати Твоей Господи И соедини молитву Нашу С молитвами Всех святых Молящихся Кри Тебе На небе И на земле О всемогущий Создатель Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голгофских Страданий Спасителя Нашего Иисуса Христа Единородного Сына Твоего Ради Пролитой Его Крови Умоляем Услыши Нашу Молитву Милосердный О всех Заповедавших Нам молиться О них Ты их Нужды Знаешь И что Полезно Даруй Аллилуйя Говори Господи Слушает И дослышит Раб Твой Аминь Доброе утро Христос воскрес Всем Последний раз В этом году Завтра Уже не считается Воистину воскрес Доброе утро Доброе утро Воистину воскрес Сергей Вчера Мне позвонили Ты знаешь От кого Сегодня Продукты Должны Завтра Привезти Сегодня У нас Среда Нет Завтра Завтра Четверг Правильно Правильно Значит Мне нужно будет Чтобы кто-то Помог Разгружать Мешки По 50 Килограмм Кто из них Будет Меня сразу Спросили Чтобы кто-то Был Во сколько Не знают Но сообщат Ну как будто бы С 11 С 11 Там до 2 В этом промежутке Сможешь приехать? Могу Только так сделай Чтобы как позвоню Мгновенно ты мог выехать Ничего там не Потому что машина Уже подойдет И Будет нехорошо Что так Что у нас будет Надо обдумать Теперь Все Плату Я маленький вопрос Задам Я эту Елену-то С ребятишками Знаешь? Шестеро ребятишек У нее Не знаю Не знаешь Знаешь Маленькие ребятишки Скрыник Знаю Знаю Знаешь Ну она Все время Как-то Не получается У нее Она мгновенно Сразу Нас во врагов Запишет Или еще что-то Но дети-то Ни при чем тут Я о чем Речь веду Если Мне привезут То что я Просил Я просто Советую Пока Стоит ли мне Ей позвонить Попросить разрешение Привезти ей продуктов Я думаю Она не откажется Но У меня все время Со всех сторон Подпекают Вот она враг Она там с еретиками Связалась А дети-то При чем Я вопрос спрашиваю Ты же сам знаешь Когда отвозили туда И как было Она Чуть не так Она как будто бы Никогда не встречались Ее дети у меня Бесплатно в лагере Сколько лет были Ну вот Искушается человек Ее нет нигде Она там связалась С одним С Кузнецовым Он еретик Из еретиков Он Библию всю сказил И всякие мерзости Там Ну опять же Бог выправить может Она сколько раз Готовилась Как бы готовилась Принять крещение У нас Но мы ее такую Не можем допустить Когда она Никакой константы нет И вот завтра Если будет Мне сходу Надо будет Отвезти туда Как Если ты на машине Приедешь Сможешь отвезти Смогу Ну понимаешь Мы сразу Два вопроса решим Я если звонюся Сегодня Как-то Хотя еще не привезли Продукты Но раз уже Они звонили Ну не Никак не пройдет Мимо Дальше Получил я Сегодня ночью Из Америки Такой же Самый запрос Полный На все книги Если они Сегодня Ответят И сразу Там все Сделают Что следует Татараса Там заполняли Графу Имя Отчество Они наоборот Отчество И имя Ничего кажется Нет И не так И не выдали Деньги Ни под каким Видом А я Потом понял Что это машина Не пропускает Техника 666 А те уехали Кое-кое-как Мы созвонились И Всего ничего Другую Графу Две графы Рядом Ни одной Буквы Не добавлено Они Игнатию Тихонович А там Тихонович Игнатию Вот так Я сейчас пишу Чтоб все было И Отправить На почту Надо будет Если случится Если случится Когда Сегодня У нас еще Время есть Завтра А иначе Это до 11 Октября Ждать надо Без тебя И никуда Как без рук Сделаем Сделаем Ну вот тогда Все считай У меня Я молюсь А ты Услышишь Как от меня Звонок Так Значит Спроси только И сразу Выезжай Мне надо Заранее За час Сможете Позвонить За час Никак я не могу Они звонок дадут Машина выехала А машина то рядом Я ничего не могу Сделать Они не знают То есть у тебя Так подготовлено Чтобы Сразу же На машину И все Я то тоже Не веде Мне бы еще Не сказать За день Можно сказать Они не знают С чем тоже Не знаю Связано Но мы Как говорится Они музыку заказывают А плясать нам Вот тут Есть Всякие Разные Где-то Вчера я выставил Полную литургию Как у нас Был воскресенье Этого 2 июня Митрополит Вот я Советую Всем посмотреть Вот тут Чинность Порядок Какой И даже За столом Какое мне Слово Пришлось Сказать Сразу там Больше тысячи Человек Посетили Ну это мало Конечно Ну а у нас В общем-то Жаловаться Не приходится 36 миллионов Просмотров Миллион Это же Не лимон Какой-то И вот У меня там Книг Оказалось Что нету К истинному Православию Ну и я Заметался Бежать туда-сюда Все полки Проверил Шкафы Нету То ли без меня Раздали Ну не знаю Как Другие книги Лежат Это самое Распространяемое И нету Ну я еще Три экземпляра Нашел А батюшка Свой 101 издания Отдал Что интересно Когда Кто просил Им отдали А в это время Владыка Там пошел Что-то К своей машине И вдруг Он быстро Шагом Подошел И отобрал Так это Интересно Получилось Ну все Он же Главный Генерал У подчиненных Они держат В руках Только еще Не нарадовались Он тут же Отобрал И передал Тому Вот этим Нужнее надо Ну не нужнее Я говорю Я найду А они у меня На чердаке Ну худо Или бедно По 8 экземпляров Каждой пачки А не пачки Еще И я эти пачки Один подтаскивал К выходу А потом По лестнице По лестнице По шаткой лестнице Я с этими пачками Туда-сюда Туда-сюда Ну позвонил Епархию Ему Он радостный Такой Я говорю Вот такое дело Я книги хотел дать Разговоров нет Сейчас пришлю И все И тут же машина Приезжает Здоровый такой Мужчина Такое лицо Благообразное Я не стал спрашивать То ли там В секретариате У него Или где Ну Я дал 3 пачки 3х8 24 экземпляра Ну вот Если Господь Благословит И дальше Опять пошел У меня-то не восполнено Надо домой Хоть пачек 10 отправить И опять Туда-то обратно На крышу Да Голубям Ну Сам себе смеюсь Думаю Вот грохнусь-то Далеко будет слышно Еще 10 пачек Игорь только приехал Да места нету Игорь У тебя все плотское Наше духовное Ты должен взять Ну он взял Увез Потеряевку Ну вот Дела-то такие Как бы небольшие Но такие радостные И все как надо Получается Вот совсем казалось Ну никак И вдруг раз Вот видишь Вот мы здесь думали Нет молиться Мы будем молиться Последний раз Если Господь позволит В субботу Там уже без чтения Может быть И ко мне тут приедут И не знаю Подъедешь Нет Желательно было бы В субботу Андрей Головач Там и грузить Надо будет А во сколько Ну В 6.30 Это уже Определенно Надо быть здесь В 6.30 утра Восьмого Получается Вчера интересно Когда я говорил Батюшка звонил Я говорит Иду А на встречу Это девчонку Я увез Володину 5 лет ей Гликерия Такая Непоследа Батюшка Игнатий Тихонович Уехал Да я знаю Ну он уехал Так он начальник А теперь ты знаешь Кто начальник Он говорит Пока нет Да я начальник Ну девка Перехватил Инициативу 5 лет О батюшка Это еще больше Зарадовался Говорит А я думал Кому передавать Власть А она Вот она Это я Ой-ой-ой Надежда Васильевна Сегодня хотела Приехать Там что-то Оформляет Все Квартиру Я отдал Этому Гавриилу Ну которая Была Мне Господь Дает такое Прямо Одно время У меня 4 квартиры Было в городе И ни на одной Не трудился Просто так Дает Господь Им все Это бывшая Наша Барачин Идея Чтобы им отдали Там его ломать будут Вот Меня судят Со всех сторон А за что Непостоянный А как Непостоянный Ну вы обещали Вот там у меня На Никитина Квартиру Если ее Списывать будут А я подписал Тем Которые вышли Из общины И стали враждебные А вы все равно Им отдаете Э нет Я отвечаю За свои слова Я ему обещал А там не было В оговоре Я даю бесплатные Больше ничего не сказано Не сказано Будешь другом Или врагом Так он враждебный Э нет Это его дела А это мои Раз я обещал Я ему и отдал Надежда Васильевна Как только получила Деньги Там пакет Я говорю Заворачивай И отнести сразу Сколько ты там На риэл Тарпы стратила Когда Оформляли там это Перепродажу И все А как я должен поступить Я не знаю Считаю Что так и надо Мое слово Должно быть твердо Вот наоборот У меня константа А у меня хвост И в гриву Говорится Долго Это кому не лень Вот такое Брат дело Ну давайте Во славу Божию Простимся в субботу И до 11 октября Так Простимся в субботу И до 11 октября Простимся в субботу Простимся в субботу Во имя Библия То пусть предстанут Оба сии Человека У которых Тяжба Пред господа Пред священников И пред судей Которые будут В те дни Судья Должен Хорошо Исследовать И если Светель Тот Свидетель Ложный Ложно Донес На брата Своего То Сделайте ему То Что он Умышлял Сделать Брату Своему Итак Истреби Зло Из среды Тебя И прочие Услышат И убоятся И не станут Впредь Делать Такое Зло Среди Тебя Да не Пощадит Его Глаз Твой Таразаконие 19 глава С 15 По 20 Стихи 1600 Лет До Рождества Христова Второе Лже Свидетель Не останется Ненаказанным И Кто Говорит Ложь Не Спасется Прыща Соломона 19 5 Тысячу Лет До Рождества Христова Были Эти слова Сказаны И Третье В книге Пророка Даниила 13 Глава Повествуется О том Как два Старца Судьи Старейшины По предварительному Сговору Оклеветали Красивую И богобоязненную Жену Сусану Бывшую Замужем За очень Богатым И почетнейшим Из всех Сусану Путем Шантажа Беззаконные Судьи Принуждали К сожительству С ними Якобы Ими Захваченную В момент Приводеяния С юношей Неким За отказ Отдаться Им Они Оклеветали Ее И суд Приговорил Ее К смертной Казни Но Молодой Юноша Даниил Уже Близк Эшафота Произвел Допрос Выявил Истину И поступили С ними Так Как Они Зло Умыслили Против Ближнего По закону Моисеева И Умертвили Их И спасена Была В тот День Кровь Невинная Стих 62 Память 30 Декабря По новому Стилю 600 Лет До Рождества Христова Была Написана Эта История И второе Значит В новом Завете Первое Я Писал Вам Не Сообщаться С тем Кто Остается Злоречивым Или Пьяницею С таким Даже Не Есть Вместе Внешних Ж Нечленов Церкви Судит Бог Итак Извергните Развращенного Из среды Вас Первое Послание Коринфянам Пятая Глава Тринадцатый Стих Первый Век По Рождеству Христову Второе Разве Вам Позволено Бичевать Без Суда Книга Деяний 22 25 Первый Век По Рождеству Христову Апостол Павел Третье Павел Сказал Я стою Пред судом Кесаревым Где мне И следует Быть судимым Деяние 25 10 26 32 Апостол Павел Сказал Я Принужден Был Потребовать Суда У Кесаря Книга Деяния 28 19 И третье Это Книга Правил С 1 По 9 Век По Рождеству Христову Суд Должен Производиться Не по Вражде А пристрастию И Человекоугодию Карфагенский Собор 16 Правило 318 Год Обвиняемый Может Отводить Подозреваемых Им Судей Кирилл Первое Правило И Может Просить Нужного Времени Для Своего Защиты Для Своенной Не Должно Принимать Доносителей У которых Одно Из Многих Приносимых Им Обвинений Уже Было Исследовано И Осталось Не Доказанным Карфагенский Собор 145 Правило Обвинения От Одного Даже Епископа Не Приемлется Карфагенский Собор 147 Правило Кто Не Явится По Повестке В Суд По Нуждей В Двухмесячный Срок Не Должен Быть В Общении Доколе Не Очиститься По Делу Карфагенский Собор 28 29 90 Правило Верующим Разрешается Просить Гражданские Власти Для Обуздания Пренебрегающих Повеления Божие И Царские Уголовный Гражданский Кодекс Пре Мудрость 3 879 Год Для Обуздания Таких И Приведения В порядок Карфагенский Собор 78 59 Правило Двукратно 9 861 Год Непокорных Эпитимиям Предавать Гражданской Власти Причиняющих Другим Обиды Отлучать Феофил 14 Правило 385 412 Годы В церкви Должны Быть Исполнители Которые Наблюдают За Исполнением Выходящих Указов И Постановлений И Не Оставлять Без Исполнения Их По Уклонению Или Упорству Карфагенский Собор Правило 108 Не Достаёт Времени Процитировать Законы Правила Святого Царя Греции Июстиниана За Мужеложество Искатоложество Повелевающее Отрезать Нетородный Член Клеймите Лоб Калёным Железом И Ссылать Рудники Сравни Регистрация Секс Меньшинством Мэром Москвы Гавриилом Поповым Бывшим И Прочие Указы Святого Царя Христианина Итак Верующий Может Искать Защиты От Беззаконий У Мирской Власти И Просить Ходотайства Других О том И О Пересмотре Его Дела Бытие 40 Глава 14 Стих Вспомни Вспомни Меня Когда Хорошо Тебе Будет И Сделай Мне Благодеяние И Помяни Обо Мне Фараону И Выведи Меня Из Этого Дома Иосиф Сказал Находясь В тюрьме Бессрочно Сделай Мне Благодеяние И Помяни Бо Мне Фараону И Выведи Меня Из Этого Дома Ибо Я Ничего Не Сделал За Что Бросить Меня В Темницу Ну И Следующая Тема Размышления По Поводу Определений Собора РПЦЗ От 13 26 Октября По Старому Стилю 13 Значит 2000 Года Был Собор Обращение К Сербскому Патриарху Павлу Необходимо Немедленно Отвергнуть Ибо Оно Греховно И погибельно Во всех Отношениях Согласно Евангельских Заповедей Канонов Соборов Вселенских И Поместных И Здравого Смысла И Логики Всей Мировой Истории То Что Московская Патриархия Создала Новую Религию Неохристианство Неоправославие Неоправославие В основу Чего Положен Внешний Обрядовый Антураж Мимикрия Живоцерковных Предателей Камуфляж Православия Это не видят Только уже Вовсе Безразличные Без страха Божьих Живущие Создана Совершенно Чуждая Апостольская Церкви Мирская Опоганенная Миром Неотделима От миром С привычками Вухватками Безбожного Мира Организации И Получается Что Архиереи Униженно Просят Еретичествующих Походатайствовать Принять Нас В проходной Двор Вероотступников Невозможно Поверить Что Это Обращение Не Есть Подделка Такое Темное Тяжелое Повраченное Но Не В посте И Молитве Всем Архиереям Последовать Согрешившему Своей Подписью Под этим Обращением Епископу Вениамину Черноморскому Отозвать Свою Подпись И Вынести Положенную Пятимью Десять Тысяч Раз Написать На бумаге И потом Сжечь Слова Отрекаясь От Обращения К Патриарху Павлу Отрекаясь От Десять Тысяч Одесную Тебя К тебе Не Приблизится Псалом 90 О новом Курсе Лизаботились На Соборе О Концепции Обвиняя Иерархов Московской Патриархии Идущих Бредущих На поводу Прихоти Темной Неевангализированной Массы Церковной Полноты В кавычках Когда Канонизируют Домнушек Матрёнушек Родиновых Юродивых Лавиной Признают За Святость Десятки Тысяч Медроточивых Святоточивых Икон Обретение Мощей Благословляют Местно Чтимый Глаз Народа Но Сами Впалив Тоже Идя На поводу Живущих Ностальгии По Несуществующей России Который Уже раз Убеждаешься Что Живущие В зарубежье Больны Россией И видишь Что они Не знают Современной России Народ И Веру Народа МП Живут В каком-то Выдуманном Виртуальном Мире Всем Подписавшимся Под любым Документом Содержащим Хотя бы Намек На соединение С Московской Патриархией Сегодняшней То есть На полное Растворение В ней Уничтожение Ею Дать им Назначить Эпитимью Такую Первое Перечитать Вновь Весь Новый Завет Три Раза И Семь Раз Отдельно Деяния Апостолов И чтобы В письменном Виде Все Подписанты Дали Анализ Прочитанного В сравнении С тем Что Из читанного Сходится С существующим На практике В Московской Патриархии И в Русской Православной Церкви За границей Не один Ли К одному Будет Вопрос Второе Перечитать Книгу Правил Выделить Правила Нарушаемые В РПЦЗ И в МП Не по Диагонали По журналистски Читая А сравнивая С жизнью Створимым В каждом Храме И Особенно В своем Мы Ничем Не отличаемся Уже Друг от друга В Московской Патриархии И в РПЦЗ Также Без длительной Подготовки Крестят Также Любову Отпевают Причащают Венчают Нет Общины А есть Лишь Приходы Также Торговля В храмах И церковной Ограде Также Не выполняя Соглашенные Языдики Также Посторонние Числятся Церковными Цитата Из посторонних Никто Не смел Пристать К ним А народ Прославлял Их Деяния 5.13 По жизни По ревности К мирскому И Московской Патриархии И Русско-Православной Церкви За границей Неотличимы На сегодня А всегда Тут уж Не надо Лукавить И соединению СМП Ничто Тогда И не Препятствовало И ничто Не предвещало Бурю И бури Нет Просто Собор И РПЦЗ Все Расставил На свои Места Но Многие Вздрогнули Услышав О соединении Под одним Патриархом Под одной Крышей Разница Лишь Та Что Там Напоминают Что Там Поминают Святейшего А В РПЦЗ Блаженнейшего Высокопреосвященнейшего Сами-то Названия Все Не Евангельские Просто Привыкли К своей Надменности Значит И нет Никакого Нового Курса РПЦЗ Боясь Вовсе Остаться Беспаства В зарубежье Они приняли Решение Потворствующее Увлажающее Основную Давно Советизированную Обмерщенную Толпу Своих Прихожан Номинальных Христиан За основу Ориентир Взят на них Отсюда И обращение К патриарху Сербскому Павлу Походотайствовать Перед КГБшними И рычекистами Чтобы их Признали За своих Вроде До сего Были Не такие И не свои Архиепископ Лос-Анжелинский Антоний Синкевич Считался Самым Непримиримым Одним Из лучших Знатоков Истории Много лет Прослуживший В Иерусалиме При мне Когда мы Более Двух Недель Жили С ним В одном Доме У Орлова Никиты Феоктистовича Он Резко Отзывался Об Экономии Архиепископ Антония Женевского Оба покойнички Уже Но сам Прочищал Бабульку Без платка С ярко Накрашенными Губами Вдову Матушку Притом Когда я Спросил Почему же И в брюках Женщины Мужчины Бритые И в безрукавках В храме И к причастию Он Сама Строгость Сказал Как бы Не оттолкнуть Человека Вот Если На ложечке Ложится Останется Краска Помада Тогда Ей покажу И скажу Мягко Хорошо ли Что после вас Будут слизывать Помаду Чего уж Больше Это было В июле 1992 Года За 9 лет Еще более Истасковались О России А значит И по православию Дореволюционному Значит И о Московской Патриархии Как Престол Как Престолонаследник Князь Владимир Кириллович Русские Живущие За границей Знают Россию По книжкам По Ивану Шмелеву А не По Архипелагу ГУЛАГ Великодержавный Дух Сотрясает МП И он же До забвения Цели Жизни Во Христе Переполняет Наших За рубежом Они Мыслят Россия Должна быть Великой И святой Ее Должны Уважать Все народы И бояться Без Прецедента Или В будущем Царя Это Недостижимо И вот Молодой Президент Из силовых Структур России Вероятно Он и восстановит Былое величие Любимой Родины Но без Церкви Этого Не достичь Какой Церкви Вопрос С кем Президент Конечно же С Патриархом Успеть Войти В число Званых Избранных Есть Одно Окно Через Патриарха Сербского Павла Русские Переходы РПЦЗ И всех Старающихся Соединения СНП Не в счет Смысла В разделении Сегодня и нет Если В ревности По спасению Своей души В проповедовании Чистого Евангелия Соблюдении Канонов Давно Уже Нет И все Там И здесь Один к одному Заходи С улицы Любой Ты Вовеки Свой И ни тебе Обрезания Ни десятины Ни членства Какое Ходотайство Перед кем Разве Только для Священнослужителей С синодом И для простых Людей Какая разница Как говорил Симеон Еродивый Заскочив В баню К женщинам Там И здесь Горячая И холодная Вода Одинаково Соблюдается Там И здесь Ревностно Только Канон Об Оскорблении Чести Князя Епископа Обращение К Павлу Нужно Очевидно Для Вхождения В Промасонин Мировой Союз Лжи Ильгот И материальной Помощи Субсидии И это Обращение К Патриарху Павлу Неспонтанно Но уже Давно Созревшее В пастве Обмерщенной Оправдание Братания С сербской Иерархии Подчиненные Коммунисту Павлу Тем Что русскую Миграцию После революции Приняли там Связь Времен Благодарность Дело Чести Это Объяснение Годится Для Безбожников Ложно Трактующих Понятия О чести Без учета Бессмертной Души А нужно Было Быть За образец Жития Пископа Вавилы Святого Амбу Росси Медиаландского Святого Иоанна Златоустого Не Впустивших В храм Согрешивших Императоров И Ижон Египтяне Приютили Спасли От голодной Смерти Израиля И что же Великая Льгота Им Не Выходить Привозгласи Оглашенные Изыдите Нет Но Только Цитата Не Гнушайся Египтянином Ибо Ты Был Пришельцем В земле Его Дети Которые У них Родятся В третьем Поколении Могут Войти В общество Господне Тарзакония 23.7.8 Удивляясь Что вы От призвавшего Вас Благодатью Христовой Так Скоро Переходите К иному Благовествованию Которое Впрочем Не иное А только Есть люди Смущающие Вас И желающие Превратить Благовествование Христово Но Если бы Даже Мы Или Ангел С неба Стал Благовествовать Вам не то Что мы Благовествовали Вам Да Будет Анафема Как Прежде Мы сказали Так и Теперь Еще Говорю Кто Благовествует Вам не то Что вы Приняли Да Будет Анафема Благовествовать У Скрыть Сына Благовествовать Сына Я Не Стал Так Даже Советоваться С Плотью И Кровью Галатам 1 глава 6 по 10 стихи 16 Бог 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 Имеет Надобности В Муже Грешном Сирахов 15 12 3 О Прошении Прощения Пред Старообрядцами Забывшие Гонения На В кавычках Раскольников Это Обращение Синода РПЦЗ Наилучшее Из того Что было За 333 Года В отношении Справедливости По отношению К Исконно Русским Православным Людям И Объяснение Гонений От Большевиков В смысле Возмездия За гонения Какое Творили Последователи Никона Патриарха На дне Покорившемся Ненужной Форме Тщеславия Абсолютно Правильное Понимание Сути Происходящего И бывшего От Патриархийно Синодальных Приверженцев Это И по Писанию Отцы Наши Грешили Их Уже Нет А мы Несем Наказание За Беззаконие Их Плач Иремии 5 Глава 7 Стив По Тексту Обращения Курского Духовенства К Митрополиту Виталию Страница 3 Необходимо Четко Признать Что На Русскую Православную Церковь Обрушились Столь Тяжкие Беды Виновны В частности Прославленные Духом Святым Иосиф Святители Такие К примеру Как Тихон И Митрофан Воронежский Дмитрий Ростовский И Иосиф Белогородский Поскольку Они Не только Словом Осуждали Старообрядцев Но и Прибегали К средствам Церковно-дисциплинарным И государственно-административным В борьбе с расколом Да что там Все вообще Святые Жившие После Раскола Так или иначе Виновны В том же Как Не Выступившие Гласно В защиту Несправедливо Гонимых Православных Исповедников А Сами Новомученики И Исповедники Российские В таком Случае Получается Страдали В известной Мере Заслуженно Расплачиваясь Кровью За грехи Церкви Святые Тоже люди Так же И страсти Были И предвзятости Как у Кирилла Александрийского Племянника Патриарха Феофила Александрийского Гонителя Златоуста Не хотевшего Вписать В диптихи Иоанна Златоустого Так же И весьма Заблуждался Святой Ефрем Сирин Писавший Не от Духа Божия Иногда Что церковь И не приняла Лицемерие Угодничество Пастве Царюли Было Свойственно И апостолам Галатам 2 глава Согрешил Будучи Верующим И патриарх Тихон Положивший Начало Признания Советской Власти И своей Вины Это первый Кирпичик Фундамент Декларации Сергия Строгородского У святых Были Большие Страшные Ошибки Как у Патриарха Павла Четвертого Признавшего Своё Заблуждение Но затем Сложившего Санны Ушедшего На покой Оставившего Престол Святому Тарасию И оба Церкови Причислены К лику Святых А заблуждение Их Гнев Ильин Ревность Не по Рассуждению Пристрастие К родственникам Как у Детей Отца Льва Лебедева Это Всё Яко Небывшее Как Курева Молодушия Балы И прочее У святого Николая Второго Чти Мне Грех Уголовника А Раскаявшегося Разбойника Последние Слова Признания Если Святым Дано Видеть События В церкви И в мире Цитата И когда Он снял Пятую Печать Я увидел Под жертвенником Души Убиенные За Слово Божие И за Свидетельство Которое Они имели И возопили Они Громким Голосом Говоря Да коли Владыка Святые Истины Не судишь И не мстишь Живущим На земле За кровь Нашу И даны Были Каждому Из них Одежды Белые И сказано Им Чтобы они Успокоились Еще На малое Время Пока И сотрудники Их И братья Их Которые Будут убиты Как и они Дополнят Число Книга Откровений Шестая Глава С девятого По Одиннадцатой Стихи То Не скорбят Ли они Там За свой Необузданный Нрав За Лжесмирение За Трусость За Поданный Соблазн Общей Исповеди Как Святой Иоанн Гронштадтский И думаю Что Если бы Они Даже Явились Сегодня Как Христос Великом Инквизиторе В братьях Карамазов Федора Михайловича Достоевского То И Их Не Приняли Бы Ибо Уже Вжились В грех Своей Воле Царствуют Без Христа И Он Не Нужен Лишний Явись Сейчас Златоустый Кто Бы С Ним Остался Или С Апостолом Павлом Пошли Бы Проповедовать И Не Вцепились Бы В Кадила И В Акафисты В Требы И В Установленные Богослужения Поставленные На Первое Место Во Главу Угла Всего По Совести Если То Ведь Не Приняли Бы Ни Христа Ни Апостола Павла С его Максимализмом Читаешь Иногда Обозрение И Так И Видится Оборзение И Все Листки Унесет Вихрь Времени Иногда На Весь Номер Ни Слово Из Библии Ни Слово Евангельского А Лютая Самость А Начти Сверять По Писанию Жизнь Муниосов Григорьев Совершенно Новая Религия Без Христа Без Мира Сердца Может быть Потому И Попустил Бог Родиться Посланию К Павлу Сердскому Что Когда Читаешь О Соборах Совещаниях То Всегда Подчеркивают Что С ним Была Присутствовала Икона Не Библия А Икона Прославленная Но Нет Ничего Сладостнее Имени Господнего А Икс Выше Пятисон Библии Но Цитата Поклоняясь Пред Святым Храмом Твоим И Славлю Имя Твое За Милость Твою И за Истину Твою Ибо Ты Возвеличил Слово Твое Превыше Всякого Имени Твоего Псалом 137 Второй Стих Слаще Всего Библия Слаще Меда И капель Сота Все На сегодня Пока Закончил Слава Христу Спасибо С Богом С Богом Вопросов Попрошенному Нету Попрошел Ну все Тогда Спасибо Христос Спасибо Господь Аллилуйя Не Господь Смотри Помет Попрошенному Попрошенуем